Старость это не возраст, это способность побеждать себя. Нет способности, значит ты можешь старым быть и в 15 лет. И люди часто преждевременно погибают, уходят из жизни из-за того, что они неправильно живут просто и все. Правильный образ жизни означает вот эти три вещи, которые я вам сказал. Это то, что в основном людям не хватает сейчас. Я вам на самой первой лекции об этом говорил. Вы неуспешный человек означает истощенный. В личной жизни тоже истощение, истощение именно нехватковой энергии природы. У женщин, много бесплодных женщин. Вот у нас много бесплодных женщин лечится и многим помогает. И все они просто, вот все поголовно, им не хватает энергии природы для того, чтобы зачать ребенка. Поголовно просто. Начала бегать, одна девушка вышла замуж за индуса, знакомым. Переехала в Индию, говорит, мне здесь жарко, не могу зачать. Я говорю, не из-за этого. А она говорит, из-за чего? Я говорю, у тебя застой в организме, надо двигаться. И он индус, он такой, меня уважает, думаю, мудрец, там все его верят, ну такой, уважает. Говорит, мы будем выполнять ваше наставление. Я начала бегать. Больше ничего не делала, начала бегать. Через три месяца забеременела. А до этого два года бесплодия. И этот индус такой, вот это да. Где только не лечились. Казалось, все очень просто. Потому что, понимаете, застой в организме. То есть, ну начала двигаться, все заработало и все. Человек как деревенеет с возрастом. У него застой наступает в организм. Понимаете, нужно как бы, нужно раскочегарить все. Организм раскочегаривает. Понимаете? Ну так человек должен жить. Взяли, потанцевали на палубе, там по Ангаре, там по Волге. Надо просто больше, чтобы было в жизни жизни. В жизни жизни должно быть больше. А не работы. Тогда человек развивается. Так силы для вдохновения и деятельности нужно терпать в природе, в людях и в Боге. Допустим, чувствуешь засада. То есть, ну не работает ничего, не движется все, какое-то препятствие сильное. Но ничего не сменяешь. То есть, нельзя поменять деятельность. Тогда храм. Идешь, молишься. Вот причем, вы даже не представьте, вы думаете, Олег Геннадьевич, ты нас просто нервы нам успокаиваешь. Я так живу. Понимаете, у меня были ситуации, когда вообще, то есть, просто беспредел со мной пытались творить. Просто начинаем молиться, два-три дня помолились, все. У них просто нет сил это делать. Просто каждый раз, вот столько всяких вариантов жизни, жизни у меня было и у моих друзей, когда судьба просто, ну, косит человека. Сели все вместе, помолились два часа до свидания. Причем видно, сердце спокойно становится, чувствует, что все будет хорошо, все. Это работает очень сильно. Если бы вы знали, как это работает сильно, вы бы каждый день этим занимались и побеждали бы свою судьбу, потому что препятствия всегда возникают. Не может человек уйти от жены, если нет санкций внутри, в сердце. Судьба не позволяет, он не уйдет. Хоть хочет, допустим. Не сможет. Потому что молитва победила, все, он не может уйти. Не может тебя выгнать с работы, если ты побеждаешь судьбу молитв. Ну, то есть, мы властелины своей судьбы, если мы связаны с Богом. То же самое связь с людьми. Допустим, работы нет. Если вас люди любят, вы безработными не будете. Я на лекциях часто спрашиваю, если у меня не будет работы, кто меня возьмется и на работу? Человек 15 сразу, раз, руки поднимает. Вот. Ну, то есть, если люди любят, не будет человек безработным. У него обязательно будет какая-то работа, 100%. Нужны отношения с людьми, нужно в это вкладываться, потому что это удача, люди это удача. Вот я смотрю на фестиваль «Благость», допустим, приезжают девушки одинокие. Я наблюдаю за ними. Те девушки, которые, вот они, как бы, всех любят, это, думаю, ну все, это скоро замуж. Ну, то есть, шансов нет, чтобы она одинокая осталась. Просто нет. А которая ходит, такая, как бы, отшибленная, ну, это еще не скоро. Все просто. Как женщина влияет на карьеру мужа? Влияет. Причем карьера мужа, она больше женщине нужна даже, чем мужу самому. И поэтому это ее судьба. И вот женщине надо понять одну простую истину, что всегда у мужика видны одни недостатки. И всегда он разочаровывает, но всегда чужие лучшие, всегда у всех, запомните это. Потому что они же, это ваша боль, потому что, ну, дурак мог бы больше приносить. Потому что женщина, она хочет наслаждаться жизнью. А кто ее наслаждает? Мужик. Она в него вкладывает любовь, а он ей выдает деньгами. Понимаете? Вот. Но если она в него вкладывает не любовь, ну, допустим, если корову кормить целлофанными пакетами, что она выдает? Молоко? Нет. Бензин она тогда выдает. Вот точно так же и мужик, понимаете? Если вы любовь вкладываете, он выдает деньгами. А любовь вкладывать означает верить в мужика. Верить в него. Не пилить его, а верить в него. Понимаете, это разные вещи. А почему вы пилите? Потому что у вас не хватает сил верить. Вот и учитесь молиться Богу. Учитесь наполняться, становиться крепкими, сильными. И говорит, у тебя все получится. Мужу своему. Получится. Получится. И у него будет постепенно все получаться. Но если вы его пилите, тогда у него все будет не получаться. Валится из рук. Потому что так устроена психика мужчины. Он верит в жену, в слова жены. Понимаете? Он может, видно, не показывать, но мужчина верит в женщин. Вот для кого мужчина живет? Для кого он добивается? Для кого он побеждает все? Для того, чтобы его женщины оценили. Понимаете? Мужчине нужна женская оценка, чтобы они в него верили. Если жена верит, то он на крыле. Он чувствует себя сильным. А если женщина не верит, она постоянно недовольна. Тогда он теряет силы постоянно, слабеет. И становится неудачником. Дачником становится, но неудачником. Дачником в лучшем случае. Ну то есть, как бы, вот такая тема. То есть, женщины, поймите, что это большая аскеза уважать мужа в целом. Потому что у мужчины все недостатки наружи. Вот мужчина вообще так сложен, что он же из поступков состоит. Мужчина же все делает. Мужчина же совершает поступки. А женщина, она вкладывает в него. А что вложила же, никто не знает. Поэтому женщина никогда не виновата. Даже если взять, допустим, вот спор, допустим, между мужем и женой. Вот на чьей стороне будут дети? Конечно, жены. То есть, папа, не ругай маму. Все. Они все к маме. Мама хорошая, папа плохой. Собачка на чьей стороне? Тоже за маму встает, начинает гавкать на папу. Чудо-то типа тут. Вот. Тараканы на чей стороне? Хорошо. Родственники на чей стороне? Конечно, жены. Женщины. Я даже наставник, представляете, пришел к наставнику, думал, что он на мою сторону станет. Нет? На стороне жены. Поэтому мужик всегда дурак в семье. Вот как ни крути, как бы, в какую сторону ни поверни, он всегда левый. Крайний всегда. Но он делает вид, он крепится, конечно, он делает вид, что он, как бы, нормальный. Это вы все тут. Как бы, он сам себя защищает, конечно. Ну, даже взять, допустим, вообще сознание, допустим, людей. Вот у женщин коллективное сознание. Они друг за друга заступаются. А мужики, допустим, он жене звонит, мужику звонит, меня что-то с женой. Он говорит, ну, конечно, что с тобой, с тебя взять. Ну, то есть, еще больше подкалывает. А женщина, допустим, звонит, да, да, я тебя понимаю, конечно. Вот. Она помогает. Или, допустим, решили, ну, жена говорит, не буду работать тоже. Ты не хочешь работать, тоже не буду работать. И все, как бы. Дальше у мужика засада. Почему? Потому что ему надо жрать. Жрать негде, а жена пошла к соседке поболтать, поела там. Мужик же не пойдет к соседу, типа, поболтать и, типа, накрывай. Он скажет, да что я тебя буду накрывать-то, иди сам себе накрывай. А соседка пришла, там ездит же надо. Женщины же перекусывают. Там перекусила, здесь перекусила. А мужчины жрут. У них же наполняются силой, мужчина силой, а женщина наполняется любовью, вкусом. Поэтому она как ест, вот женщина, посмотри, как ест. Она вкусом наполняется, ест. Так она ест, женщина. А мужчина как ест. Закладывая в топку. И она жена спрашивает, я вкусно приготовил? Да, хватает, нормально. Вкусно значит много. То есть разные. Мужчина, женщина разные. Но, женщины, имейте в виду, что ваше ощущение, что муж всегда неправ, оно ложное. Потому что так устроена природа, что мужчина всегда неправ в мире, а женщина всегда права. Потому что она всегда верит очень сильно в свою справедливость. Она же хорошая, она по-доброму себя ведет, мягко, нежно, терпит. И поэтому она всегда права. Женщина так кажется просто. И это очень опасно, потому что она же женщина, это энергия. То есть если она всегда права, а муж дурак, но тут на работе точно так же будут считать его. Понимаете? Ну то есть часто женщина пилит ветку, на которой сидит. И потом что происходит? Падает она сама. Падает. Потому что остается без мужика. Ну то есть Как мужчина должен помогать женщине работать? Как вот он, мужчина, вдохновляет женщину трудиться? Вот допустим, не дома быть, а работать. Он должен ее вдохновлять таким образом. Должен говорить, ну хочешь, сходи. Не хочешь, не ходи. Ну то есть он не должен, ее он должен всегда притормаживать. Женщина, она часто устает. Ее не надо вдохновлять работать, ее надо вдохновлять отдыхать. От работы, если она работает где-то. Ну вот такое как бы отношение. А мужчина, наоборот, как бы у тебя все получится, там все нормально. Вот допустим, мужчина поругался с начальником. Ну ясно, что он не прав. Ну вот всем ясно, даже коню. Жена как должна сказать? Конечно, все правильно ты говоришь, иди отдыхай, пойдем кушать. Ну то есть надо мужчину поддержать, неважно он прав или не прав. То есть если он спрашивает вас, женщины, я прав или не прав в этом, чего он спрашивает? Чего он спрашивает? Чего он правда, что ли, ищет? Он сам потом поймет, что он не прав. Чего он спрашивает? Он хочет поддержки, чтобы хоть кто-то его поддержал. Ему нужны силы, понимаете, справиться с ситуацией. Поэтому надо им поддакив говорить, да все хорошо. Как был такой мультик «Воробьиха и воробей», там детский такой старый мультик «Чивлия» называется. «Чив» с английского переводится «начальник». Воробей постоянно «Чивлия, чивлия!» Она «Чив, чив!» В конце концов, кошка его чуть там не загрызла. Она кошку победила, а он «Чив». Но от кошки удрал. Ну то есть, как бы, часто женщина побеждает ситуацию, но все равно мужчину надо вдохновлять, что он «Чив» начальник. Такая система. Если мужчину не считать начальником, не вдохновлять, то он становится тряпкой просто, и все. Ломается. Мужчину можно или вдохновлять, или ломать. Но это не значит, что его не надо наказывать. Женщина наказывает мужа молчанием. Она свою любовь крайник закрывает просто, и все, на время. И он начинает, как бы, сначала он угрожает, три стадии. «Если ты не будешь меня любить, я другую найду, там, ну, что-нибудь такое». Вот, вторая стадия подлизывается, не надо реагировать. Третья стадия, он его пробивает, он «Что скажи с тобой, стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать. И час, и другой подряд». Ну, то есть, вот такая система. Часто люди недооценивают влияние дружбы. Допустим, большинство людей ходят психологом, астрологом, всяким, за консультацией, потому что не хватает понимания, что делать. Часто люди не понимают, что понимание, что делать, идет от Бога всегда, не от людей. И только в одном случае, если есть энергия доброты и бескорыстия. Вот если, допустим, вы хотите с чем-то разобраться, то идите просто к добрым людям. Пусть это будет человек очень простой, который, допустим, не знает темы, не разбирается в тонкостях, но добрый человек, вот вы, допустим, с добрым человеком делитесь, если он не мотивирован ничем, кроме вашей любви к вам, то через него начнет действовать Бог. Вы увидите, как это действует. Он даже, может, сам вам ничего не скажет, но вы поймете в разговоре с ним, что делать. Понимаете, вот так человек должен делать всегда, когда ему трудно, он должен идти к добрым людям. Не к психологам, которые мотивированы деньгами, не к астрологам, которые хотят вас напугать, а просто к добрым людям, понимаете? И вот наставники, допустим, наставник таким является добрым человеком, или просто друг. Часто у человека не хватает доброты в жизни. Когда не хватает доброты, допустим, вы чувствуете, что у вас ничего не получается, у вас нет веры в эту страну, нет веры в жизни, которую вы ведете, все ломается, рушится. Вам не хватает добрых людей просто. Вам надо просто найти добрую беседу. Знаете, есть два типа беседы. Есть беседа, которая разрушает жизнь, а есть, которая воскрешает. Вот какая беседа, разрушающая жизнь? Если вы, допустим, общаетесь с кем-то, и он начинает, все плохо, страна плохая, это плохо, то плохо, все плохо, это разрушает жизнь. Вот 10 минут поговорить с таким человеком, у вас нет сил дальше ничего делать. Теперь второй вариант. Вы говорите с человеком, и он, допустим, природа хорошая, погода хорошая, там солнце светит, денек солнечный выдался, классно, птички поют. Смотрите, какая девушка выросла красивая. Вот. Ну, то есть, как бы, человек радуется жизни, значит, он даст вам силы. Вот это называется добрые люди. Добрых людей немного, но они есть. Надо их искать, общаться с ними, и набираться сил. Но условие такое, вы тоже не должны хныкать. Сами. Очень важно также понять, что есть контролируемые регламентом, мероприятия, беседы. Например, такой беседой является проповедь. Допустим, ты приходишь в храм, ну, за редким исключением, конечно, священник должен лить доброту из себя. Это регламентировано его деятельностью. Он не имеет права там сплетничать, там какие-то глупости говорить. Он вдохновляет людей на служение Богу. И поэтому, если вам не хватает добрых бесед, идите на проповедь. Потому что человека найти, который по-доброму говорил, сложно. В основном все сплетничать начинают или жаловаться. Понимаете? А вот если вы идете на проповедь, или, допустим, опять же, доброта льется также через служение. Допустим, вы пришли на службу, и там песнопения идут. И сердце сразу расслабляется. Сердцу становится хорошо. Если вы видите, что вокруг вас все злятся, вы не можете договариваться с людьми, вы становитесь одинокими, у вас срушится деятельность, отсутствие отношений, это значит, что проблема в вас. У вас изнутри не хватает человеческой доброты. И вам надо ей наполняться там, где она есть. И когда доброта пошла, добрые отношения усилились у вас в сердце, то все начинает незаметно восстанавливаться. Отношения с людьми лучше, отношения с начальством лучше, потому что все зависит от количества доброты. Понимаете? И доброта, вот поэтому и уделяйте внимание, уделяйте внимание именно вот этим вещам. Правильное организованное общение. Допустим, вы хотите фильм посмотреть, какой-нибудь, допустим, там, страшилки какие-нибудь. Это не доброе общение. Смотрите, если уж вы решили фильм посмотреть, смотрите фильм нравственный, который это добрый, где добрые люди есть. Пусть он, понимаете, это не развлекательные фильмы нравственные, там тяжело в него включиться. Зато потом, вы аскезу совершаете, когда смотрите нравственный фильм, зато потом результат хороший, у вас сердце начинает работать. А если вы на развлекаловку включились, на развлекаловку включились, вроде бы классно, а результат плохой, потому что ты ничего не получаешь от этой развлекаловки. Там поорали, побежали, попищали. Какой результат? В сердце пусто. У тебя нет сил. А если ты посмотрел нравственный фильм, это тяжело смотреть, потому что в сердце идет движение такое, тебе тяжело, но зато результат супер, у тебя на сердце хорошо потом после этого. Понимаете? Поэтому стремитесь к доброте. Вот эта энергия доброты, это аскеза, в нее включаться надо. Раз, пошла доброта, и сразу, так, сколько времени до конца лекции-то? Пошли болтать, не можете включиться. Это значит, что у вас батарейки направлены на расходование, а не на приятие. Понимаете? Чтобы принимать энергию доброты, нужно силы для этого, нужны силы. Сил нет, человек ничего не принимает. Точно так же, вот поэтому и развлекательные фильмы, потому что мы не можем включиться. Это называется медитация, в нее надо включиться, понимаете? Человек включается только в суету, в основном. Вот так вот. Такая тема. Очень важно разобраться в этом во всем. Если говорить о жизни вообще, допустим, вот как время действует, оно в четыре стадии усугубляет ситуацию. Везде. Это одно и то же. И всегда на всех четырех стадиях человеку не хватает только доброты для того, чтобы победить судьбу. Фактически доброта или энергия любви это основная сила, побеждающая судьбу. Допустим, связь в отношениях с телом. Пришло время, что-то у меня здоровье не как всегда, не как обычно. Это первая стадия влияния времени. В отношениях с близким человеком. У нас что-то в отношениях не ладится. В отношениях в стране, допустим, что-то у нас в стране стало хуже. Дальше между странами. Что-то как-то не ладится отношение. Так действует время. Это не то, что не повезло, время пришло, понимаете? Что побеждает это все? Доброта. Вот, допустим, у меня в теле что-то не так. По-доброму отнесись к телу, перестань его мучить. Иди, прогуляйся, иди что-то сделай хорошее для тела. Там, зарядочку, там, и так далее. Доброта. Дальше в отношениях что-то не ладится? Хорошо. Перестаньте на принципы идти. Перестаньте утверждать свое что-то. Сделайте паузу в выяснениях отношений. Просто добрые отношения. Ласковые слова. Добрые. Неважно, кто прав, кто неправ. Добрые слова. И энергия времени смягчается, между вами становится лучше. Между странами тоже. Добрые слова смягчают отношения. Внутри страны тоже там. Страна взвинчена. На работе добрые слова. Надо больше говорить. Люди успокаивать, чтобы они там не метались. Надо, чтобы как бы... В Багдаде все спокойно. В Багдаде все спокойно. Вот, понимаете? Ну, то есть, надо, чтобы вот так вот было. Вторая стадия разрушения жизни. Ну, то есть, в организме первая стадия, что-то не то со здоровьем, что-то не то. Вторая стадия. Я плохо себя чувствую в отношениях. У нас плохие отношения. Внутри страны. У нас плохо жить в стране. Плохо жить. Между странами. У нас испортились отношения. Не что-то не то, а испортились. Плохие отношения между странами. Третья стадия. У меня болит. У меня плохое здоровье. Между людьми. Он плохой. Я хорошее. Он плохой. Как бы, не нам тяжело, а он плохой. Я хорош. Между странами. Они плохие, мы хорошие. У них плохая страна, а у нас хорошая страна. Или наоборот. У нас плохая, у них хорошая. Ну, у всех по-разному мышление работает. Третья стадия. Четвертая стадия. Я как бы тяжело, болен. В семье разводимся. Не ты плохой, а как бы уже ты враг. Разводимся. Я тебя ненавижу. Между странами. Это враги. Это не плохие, они хорошие. Они враги, а мы свои. Понимаете? Четвертая стадия. Это уже война. Везде война. И все эти стадии побеждаются добротой. Что же такое энергия доброты? Доброта – это энергия любви Бога. Это энергия любви Бога. Она именно действует как доброта. Не как похоть там. Мне хорошо с тобой. Снегопад и дождик проливной. Понимаете? Доброта. Мне спокойно с тобой жить. Хорошо жить спокойно. У нас все спокойно. Спокойствие – результат доброты. Вот спокойствие означает удача. Означает, что время плохое побеждается. Если несмотря, допустим, на то, что уже враги, друзья, это в мире такая обстановка, если мы спокойствие сохраняем, значит, мы мир вносим в среду. Понимаете? То есть мир вносим, спокойствие. Без паники, господа. Спокойствие. Только спокойствие. Ну, то есть поймите вот этот момент. А спокойствие берется от добрых людей. Поэтому и нужны духовные службы. Поэтому нужна и музыка добрая. Понимаете? Поэтому нужны добрые люди для того, чтобы сохранять, побеждать энергию времени злую. Вот, допустим, какой врач должен быть для того, чтобы победить болезнь? Теперь вы начинаете понимать. Какой врач? Вот пришли к врачу, смотрите в него глаза. Видите? Он говорит, садитесь. Как у вас дела? То есть какой он должен быть? Добрый. Это значит, что он вас вылечит. Если пришли, он такой дерганый весь. Ну, что, садитесь. Все нормально. Что вас беспокоит? Значит, он не вылечит. От врача должна идти доброта. Это не то, что он расслабленный должен быть. Я просто... Поймите, что такое доброта. Он может быть специалист хороший, но он добрый. Означает, побеждающий вашу судьбу. Вашу судьбу. Если он добрый, значит, побеждает. Злой не побеждает. Все. То есть человеку в обществе, когда у него дела не идут нормально, ему не хватает энергии, доброты. Запомнили? Дела не идут нормально, не хватает только доброты. Потому что, когда доброта есть, наступает спокойствие, и все заработало, как надо. И не надо смотреть в телевизоре, там, Дордом 1, Дордом 2, там, понимаете, не надо это все смотреть, потому что это не доброта. Смотрите добрые, вот, допустим, передача была в Советском Союзе от всей души называется. От всей души. Посмотрите, вот, найдите хронику передачи. Там какой-то работяга выходил на сцену, и о нем все рассказывали, всю его жизнь, даже что он уже сам не помнит. Приходили все люди, с которым по жизни связаны, их приглашали специально. И народ просто плакал, как вот рассказывали про подвиги этого человека трудовые, об отношениях, как он спасал жизнь кому-то, и вот эта вся передача вот такая. После такой передачи сердце просто, ну, как бы, растаяло, и все, и жить стало хорошо. Вот такие вещи спасают, побеждают судьбу. Такие просто телепередачи. А сейчас что за телепередачи? Они разве спасают судьбу? Взяли, короче, родственников всех, пригласили на передачу. Для чего? Для того, чтобы они морду друг другу поцарапали. Так неужели после этого они лучше отношения будут? Что, они наладят все, что ли? Конечно, нет. Вот если бы они на эту передачу не пришли, было бы намного лучше, понимаете? Они просто разрушают семьи. Этих передачи надо судить, понимаете? Надо их, ну, в тюрьму сажать таких людей. Потому что они разрушают. Вот они специально создают сценки, в которых люди морду друг другу начинают бить. И потом они себе не простят. Это же перед людьми, это же позор. Это же, ну, перед людьми все происходит. Нельзя такие вещи смотреть. Не надо. Интересно же, да, как морду друг другу бьют? Не надо. Туда не надо лезть. Это не та зона, где человек удачливым становится. Это зона неудачи, неудачи в жизни. Хоть и привлекает, ну, привлекательно это очень смотреть, как орут друг на друга. Но это не та зона, где удача в жизни приходит, понимаете? Не та зона, где человек получает, ему легче жить становится. Попытайтесь это понять. Продолжение следует...